Ну изначально я начинаю вообще расклад, консультацию с общего расклада и там смотрю. То есть если у человека есть проблемы по карьере, они сразу будут видны. То есть там можно сразу определить, работает человек или бизнесом занимается. То есть если мы видим, что человек работает, то есть там понятно, что с карьерой, хорошо или плохо. И уже если я вижу проблемы по карьерной лестнице, значит уже более подробно мы останавливаемся именно на этой теме, делаем дополнительные, делаю расклады. Ну хорошо, а вот например, каким образом все-таки можно проанализировать состояние карьеры? Что на это может повлиять? Например, на своем месте человек находится, не на своем месте или может быть... Не ту сферу выбрал. Не ту сферу выбрал, да, или там с начальником какие-то неполадки. Как вы это вот выясняете? Это все видно, то есть когда я делаю расклад на карьеру, то есть мы смотрим состояние работы, то есть там сразу видно в раскладе, на своем ли месте человек. Ну то есть если я задаю вопрос, в чем причины, почему карьера не складывается, то есть там карты очень четко говорят, на своем ли месте человек или нет. А можно эти карты сейчас увидеть? Какая карта, о чем будет говорить? Если человек на своем месте, то вот если мы берем Тару, то очень часто... Я покажу из старших арканов, потому что из младших очень большое. То это карта, во-первых, карта мир, что человек уже... Это последняя карта в ряду старших арканов, то есть человек уже нашел себя, все, ему дальше никуда идти не надо. Это карта звезда, то есть человек нашел свою звезду, все, он на своем месте. Ну и конечно, это карта колесо фортуны, то есть удача ему благоволит, пожалуйста. Такой человек, наверное, к вам и не придет, раз у него все так шоколадно. Да, скорее всего, ну бывает там с другими вопросами, а вот по карьере раз, и все хорошо. Какая комбинация карт говорит о том, что человек вообще занимается не тем, что нужно? Вообще не тем, что... Ну вот эти можно карты рассматривать, если они в перевернутом виде, то есть это уже, говорит, звезда не горит, колесо фортуны не крутится. Не крутится. Да. Плюс, можно сказать, еще очень часто, ну вот есть вторая масть такая, как жезлы, то есть все карты жезлов, они идут перевернуты. То есть, допустим, вот тут жезлов, то есть сразу все перевернуто, ничего не работает. И что вы говорите такому человеку? Я говорю, увольняйтесь. Я говорю, вы уверены, что вы на своем месте? И мы начинаем разбираться. То есть человек, чаще всего, человек подсознательно понимает, что он не на своем месте. То есть мы начинаем развивать эту тему и уже выясняем, почему он вообще там оказался. Бывает так, что вот родители заставили в какой-то институт пойти, там человек прирожденный инженер, а ему говорят, иди на юриста, это высокооплачиваемое. Ну он пошел, ну выучился, выучился и все. И ничего у него не идет. То есть он работает рядовым юристом, дай бог, если с хорошей зарплатой. Хотя бы этим компенсирует. Ну как в таком случае устранить препятствия на пути к карьерному продвижению и вообще к удовольствию от работы? Ну на самом деле вот именно в этом случае может устранить их только сам человек. То есть это он принимает решение. А вы расклад делаете на вот как раз таки, как же выйти из этого положения? Альтернативные варианты может быть, куда идти человеку, куда податься. Вот смотрите, здесь смотря в каком контексте мы смотрим. То есть если мы видим, что человек на своем месте, ну вот у него на сегодняшний день идут какие-то препятствия. То есть я выясняю, в чем препятствия, допустим, там. На примерах? На примерах. То есть вот мы берем, если мы берем карты Ленорман, здесь вот есть конкретно карта башня, она обозначает именно работу. То есть мы видим, что с работой что-то не так. Я выясняю, в чем причина. И вот, к примеру, причина, начальник придирается. Есть тоже в Ленорман такая хорошая карта, медведь. То есть медведь с башней, и все? Нет. Начальник придирается? Вернее, башня, медведь перевернутый, и карта горы выпадает. То есть начальник чинит препятствия. Причем вот в данной комбинации, когда медведь перевернутый, это как раз говорит о том, что начальник видит в вас конкурента. Да вы что? Медведь перевернут, начальник не уверен в вашем. И очень часто, когда в Тарон выпадает такая карта, как дьявол, вот многие тарологи и клиенты ее боятся, на самом деле не нужно бояться. Пятнадцатый аркан дьявол, он говорит о том как раз, что рядом с вами, ну вот если, допустим, на меня такая карта выпадет, рядом со мной многие мои коллеги могут чувствовать себя неуютно. Так а что делать? Что делать? Подумайте хорошо. То есть если человек действительно хочет карьеру, и вот с такой комбинацией, я дальше смотрю, можно ли устранить вот эти трения с начальником. Если они не устранены, то есть человек уже сам принимает решение. Либо он дальше здесь бодается, либо он уходит в той же сфере, но в другой организации, где вот этого просто не будет. Спасибо. Спасибо.